Держим направление в город или деревенька, или что, я не знаю, но еще местность Куи-Ла-Вале. Ну, если я произношу правильно, ну, правильно будет где-то вот здесь. Ну, а городок Вильяр-ду-Ланс, мне запомнится. Всказки я уже почистила. Так, месье сейчас выберет итинерер, и все, и мы поедем. Ну, ты думаешь? 250 километров нам до этой местности, там мы зарезервировали отель, проведем одну ночь и поедем дальше. Нам осталось еще 15 километров до города Валенс. Это какой департамент? Дрона. Остановочка на 10 минут, потому что одно место уже не терпит сидячего положения. Их требуется небольшая разминка. Вот. Вот. Так, меня сейчас сфоткают. Это моё мотоцикл. Да, мне кажется. О, я прячу его мотоцикл. О, да. Остановились в городке Ла-Мастер пообедать. Вот в том вот ресторанчике пообедали. Я провязала себе салатик. Лёгкий. Перехожу на лёгкую, умеренную еду. Всё, ноги отваливаются. Мы свалились и на землю. И лежим, отдыхаем. В общем, путешествовать на байке быстро, мобильно, но есть... Ну, то, что встаёшь, конечно. Но плюсов всё-таки больше. Самый большой плюс, я накачала себе мускулатуру. Потому что держусь постоянно. Вот. Тоже вид спорта. Неплохой. Не знаю, сколько я трачу кололий. Но потребляют тоже их не слабо. Мы уже приехали к... Как это называется? Лёгкий. 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 Вон там, на холме, видна статуя. А рядом с ней, вот там, вот видна шапель. Часовня. Так, мы приехали в наш апарт-хотель de Capucin. Я поднимаюсь на часовню салмишель. Я поднимаюсь на часовню салмишель. Она была построена в девятьсот в каком-то году. Паскар не захотел идти. Я решил подняться сама. Отсюда вот видна вот эту статую. Статуя на Традан или Фас. Она, кстати, была отлита из пушек. 213 пушек, которые были добыты Наполеоном Третьим во время Крымской войны. Куда я тоже поднимусь, но чуть позже. Сейчас я взяла за 5 евро визит вот этой часовни, которая находится на возвышенности салмишель. Я почитала, это кратер потухшего вулкана. И видите, вот черный камень, это как раз остатки от вулкана. Такой вид открывается еще не с самой верхней площадки. Я пошла одна, потому что Паскаль почитала, что здесь столько ступенек подниматься. Он у меня, ну, не любитель. Хоть я и устала, тоже, но мата. Хоть я и устала. Это великолепие на скале этой часовни и не посетить ее было бы кощунство. С моей стороны, поэтому на байке перемещаться хорошо, но достопримечательности тоже надо смотреть. Да, поднем, конечно, не из легких. Ну вот, все, я уже поднимаюсь на эту статую девы. Так, позвонил Паскаль, он тоже вышел, идет по направлению к этому катедралью. Я пока поднимусь на эту статую, чтобы посмотреть, которая была отлита из 213 пушек, русских пушек. Вот, и там вроде как есть еще пушки. Посмотрим, ступеньки, опять ступеньки, но ничего, мне это будет на пользу, похудею. осталось совсем чуть-чуть. Узко. Судя по всему, это осадки этих пушек. И вон там, по-моему, есть герб России. Я была там. Эта статуя гораздо выше. Вот эта статуя. В нее еще можно зайти. Представляете? Вот они, эти пушки. Как я и говорила, смотрите, российский герб. И вот эта вот мадам, она была отлита из них, вот из этих пушек. Вот такова она история. Я как читала, французы любили из материала, который они отобрали, отливать, по-моему, площадь вот эта статуя вандомская. Уф, питом, ничего. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот такой вид вниз Ну что, я пойду вниз Теперь вот так мне спускаться Спускаться гораздо легче, чем подниматься Так, теперь мне осталось найти Паскаля Он мне сказал, что он у входа в катедраль Стрелка показывает сюда Значит, пойду сюда В катедраль я не попала, все уже Время инвизита закончилось Так, Паскаля я пока не нашла Не знаю, с какой стороны он Поиски продолжаются Пошел уже полчаса поисков И все никак не может быть друг другом Так, сейчас я его, наверное, внизу Геолокацию где я нахожу А то мы будем такие Кружить вокруг Этого катедраля Мы идем и разговариваем по поводу Людей в регионах И находим их здесь очень любезными Очень такими улыбчивыми А он мне говорит, что в Париже Просто они в постоянном стрессе И от этого они такие Но я считаю, что в каком бы ты стрессе не был С каким бы ты настроением не был Мне надо сорваться на людях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!